Таджикистан 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 язык, то он возник в 20-х годах прошлого столетия. Тогда и начался процесс перевода персидского дари с его арабской вязью на вновь созданную таджикскую латиницу. Однако уже в 1939 году началась новая реформа письменности – перевод языка на кириллическую графику. И вот тут не обошлось без армянского гения, отчима современного таджикского языка и учителя нации армянина Степана Арзуманова. В 1936 году главой Таджикистана стал этнический армянин Сурен Шадунц. В 30-е годы Таджикистан особо нуждался в реформах. Начал Шадунц с ликвидации неграмотности населения, упразднения махтабов и медресе и введения вместо них новых школ европейского образца. Единственными препятствиями к массовому светскому образованию оказались арабская вязь и языковой барьер. Таджикам необходимо было изучать русский язык, объявленный властью советов языком межнационального общения СССР. В поисках способов достижения поставленной цели первый секретарь ЦК КП Таджикской ССР Сурен Константинович Шадунц обратился к маститому в то время иронисту и соотечественнику Степану Арзуманову с просьбой заняться вопросом реформы таджикского языка, а также подготовить русско-таджикские и таджико-русские словари и учебники. В короткие сроки Арзуманов выпустил первые в истории таджико-русские словари и учебники, а также разработал специальную кириллическую графику для таджикской письменности, которая заменила арабскую вязь и недолго продержавшуюся латиницу. Так что двух армян Шадунца и Арзуманова можно с уверенностью считать отцами-основателями таджикской кириллической азбуки, прорубившим окно в Европу для таджикского языка. Кстати, сын Степана Арзуманова тоже стал филологом и переводчиком и много лет проработал преподавателем таджикского языка и таджикской литературы в Душанбинском государственном университете. А долго он у вас преподавал? Я окончила таджикское государственное университет, филологический факультет. В 1989 году поступила и в 1994 году окончила. И вот за этот период нам преподавал Арзуманов, спец таджикский язык. Как бы мы обучались мне в углу нашим преподавателям, мы его очень любили, очень уважали, он был очень замечательным, очень умным, очень начитанным, образованным человеком. И вы все время думали, что он таджик? Да, мы все время думали, что он таджик, и как-то он нам рассказал, что он таджик, а он армянин. И для нас это было очень удивительно, потому что абсолютно в нем мы не замечали каких-то армянских черт. Это был чисто такой типичный таджикский мужчина. И говорил на таджикском тоже без акцента. Чисто на таджикском и также на русском языке. Это получается целая династия, они посвятили его таджикской филологии. Раз у вас преподавал уже сын, а его отец является автором первых учебников таджикского языка и словаря. И в то время уже мы занимались по учебнику Арзуманова. Это был спецпредмет у нас, таджикский язык. Вот именно по учебнику Арзуманова мы и учились. Но ни словом единым прославил имя свое армянина Рустамов. Представители армянского народа внесли свой вклад и в культуру республики. Причем весомый вклад в таджикскую культуру. Так, чтобы ознакомить рабоче-крестьянскую молодежь мусульманского востока с прекрасным светским, композитор Сергей Баласанян поставил на Душанбинской или, как тогда называли город, Сталинобадской сцене первую в истории таджикского народа оперу «Восстание в Ассе», написанную на либретто Абдусалома де Хотти и Мерзо Турсунзаде. 16 октября 1939 года состоялась премьера, где присутствовал сам Баласанян. Главным дирижером оркестра выступил Эдуард Айропетянц. В последующие годы Баласанян и Айропетянц еще не раз радовали публику музыкальными спектаклями, среди которых «Кузнец Клова», «Розья», «Песни Гиева» и многие другие. И в кинематографе таджикском тоже не обошлось без армянского гения. В 1957 году армянский композитор из Арцаха Андрей Бабаев принес славу таджик-фильму. В этот год на экраны страны вышел фильм режиссера Рафаэла Перенштейна «Я встретил девушку» с одноименной песней Андрея Бабаева, которая впоследствии обрела самостоятельную жизнь и звучала из окон чуть ли не каждой советской квартиры. Любопытно, что первоначальный текст песни на таджикском языке был написан все тем же уже знакомым нам Мерзотур Сунзаде. А вот автором русского варианта текста песни является Гарольд Регистан Уриклян, сын одного из авторов гимна СССР Габриэля Эль Регистана. На закате СССР таджик-фильм прославил и другой наш соотечественник Виктор Мерзоянц, поставивший фильмы «Искупление», «Джура. Охотник из Минархара» и другие. Он же привез в родной Таджикистан дипломы престижных всесоюзных и международных кинофестивалей. Не полной была бы картина, не упомянув имя Вагаршака Карамова, отца транспортной артерии Таджикистана, чьим именем названа одна из улиц Душанбе. Этому человеку удалось совершить чудо. Будучи инженером-горняком, Карамов соединил далекие между собой горные аулы Памира и Бадахшана транспортным узлом и соединил их со столицей. Также проложил в республике первую железную дорогу, соединив Таджикистан с Узбекистаном и открыл тем самым республику со всеми остальными союзными республиками СССР. Примечательно, что до этого Карамов отсиживал срок в лагерях, узнав о том, что совершить чудо в труднодоступной республике может только осужденный инженер Карамов, вождь нации распорядился освободить его и направил в Таджикистан. Тем более Карамов уже проявил себя на Кольском полуострове, где в условиях мерзлоты создал трассу для самолетов, благодаря которым жителям полуострова стало поступать продовольствие. Побывать в Таджикистане – это моя давняя мечта, мечта детства. Не поверите, когда в Баку начались всем известные события, я был еще пацаном маленьким, и мне почему-то… Ну, все армяне разъезжались, естественно, из Баку целыми и невредимыми, кто успел. Разъезжались кто угодно и кто куда. Я почему-то настаивал родителям, давайте уедем в Душанбе, в Таджикистан. И сам не мог объяснить, почему Душанбе, почему Таджикистан. Может быть, мне название нравилось. Но с возрастом я понял, почему я этого хотел. Наверное, из-за того, что меня всегда привлекала таджикская культура, таджикская музыка, иранская культура в целом. Это я, будучи ребенком. А я уже рассказывал, что в детстве очень увлекался этнологией и Востоком в том числе. И наивно полагая, что здесь, в Таджикистане, я буду в собственном соку, мне почему-то хотелось тогда Баку променять на Душанбе. И, возможно, может быть, так и было, потому что тогда все хотели убраться целыми и невредимыми уж хоть куда, где нет войны. И Душанбе был одним из таких мест до поры до времени, пока не случились печальные события в столице тогдашней Таджикской ССР, где тоже начались армянские погромы. Тогда и впрямь многие поражались происходящему. Ведь никто толком не объяснял причину. И если поводом для армянофобии в Азербайджане стал Карабах, то чего делиться армянами-таджиком? Ведь две республики ни исторически, ни географически никак не соприкасаются и находятся друг от друга на расстоянии трех с половиной тысяч километров. Но, как оказалось, в предыстории конфликта стали все те же массовые армянские погромы в Баку. В эти трагические для армян Баку дни многие мои соотечественники пытались спастись, перебираясь к родственникам, которые жили по всему СССР. Так, несколько армянских семей, всего 39 человек, из Баку бежали к своим родным в Душанбе. Вскоре по городу распространились провокационные слухи о том, что около пяти тысяч армян-беженцев из Азербайджана переселены в Душанбе, и между ними распределяются квартиры в новостройках массива Заревшан. В то же время, как в столице Таджикистана, острый дефицит жилья. На провокацию поддались более четырех тысяч душанбинцев, собравшихся на площади Ленина. Они выкрикивали «Долой армян!». На следующий день демонстранты ворвались в здание правительства Таджикской ССР и подожгли его. К вечеру, в ответ на стрельбу милиции и холостыми патронами, начались поджоги и ларьков, погромы магазинов, а выкрики сменились с требованием «Долой Махкамова». В этот же день в Душанбе было объявлено чрезвычайное положение. Те несколько армянских семей, что прибыли в Душанбе, заявили, что не хотят стать причиной бед таджикского народа и покинули республику. Однако погромщиков уже ничего не могло остановить. Для наведения порядка в город пришлось перебросить около 5000 военнослужащих Минобороны и МВД СССР с приказом открывать огонь на поражение. Был введен комендантский час. В результате беспорядков было убито 25 и ранено 565 человек. Эту черную страницу в истории таджикского народа в стране пытаются не вспоминать. Слишком уж много в тех событиях тайн и загадок, и таджики могут лишь предполагать, что тогда произошло. У нас в университете было много преподавателей армян. Это талантливый народ. Я был в шоке, что здесь были погромы этого народа. Потом я все узнал, что все это было подстроено Азербайджаном. Слава Аллаху, что все позади. Армяне как жили, так и живут. В конце 80-х главой КГБ Таджикской ССР был Владимир Петкель, имевший подпольную кличку Ворон. Он был на дружеской ноге со своим азербайджанским коллегой Вагифом Гусейновым. Часто совершали визиты друг к другу, дружили семьями. Большинство таджикских силовиков-ветеранов, работавших в то время, уверены, что антиармянский фас исходил от тандема таджикского ворона и азербайджанского гуся. Эти две птицы решили удовлетворить свои амбиции. Гусем двигала армянофобия, вороном же Махкамов, первый секретарь Таджикской ССР, которому испытывал лютую ненависть из-за старых обид. Кахар Махкамов и Владимир Петкель заняли свои должности в один и тот же год, 1985-й. Место первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана изначально должен был занять свояк Петкеля Геннадий Стракань, работавший в аппарате правительства ЦК. В верхах уже было все готово, но внезапная смерть генсека Черненко изменила планы. В марте 1985-го страну возглавил Горбачев, а он, в свою очередь, стал выдвигать свои кадры. Так Махкамов принял республику, а Петкель, он же ворон, делал все, чтобы дискредитировать Махкамова. Армянские беженцы из Азербайджана были вполне подходящим случаем, учитывая неприязнь конным и его азербайджанского коллеги и друга Гусейнова. Как я говорил, таджики – народ иранского происхождения, автохтоны своих земель, чьи корни уходят вглубь тысячелетий. Поэтому ничего армянского им не чуждо. Они также хорошо понимают, что значит кража культуры и собственной истории другими народами. Оттого чаяния армян им близки. Во-первых, таджикская история и армянская история объединяет то, что таджикскую и армянскую историю невозможно изучать странно-центристским методологией. То есть история Армении как государства, потому что, как мы знаем территорию современной Армении, не совпадает с территорией культурной Армении, которая гораздо больше. То же самое касается Таджикистана. Если посмотреть в 1924 году, Таджикистан был малюсенькая республика, автономия Таджикистана отрезанная. Он был в периферии фактически от более развернутого культурного пространства, центром которого был Самарканда-Бухара. Но вы знаете, что Самарканд-Бухара не является сейчас территорией Таджикистана. Поэтому, если вы посмотрите на учебную литературу, историческую литературу в первую очередь, то в Узбекистане напишут историю Узбекистана, не Узбекской эссе. А у нас, когда Айни написал, вернее, Бабжан Гафуров в 1947 году, он написал краткую историю таджикского народа. Поэтому все наши учебники, все наши книги фундаментальные по истории таджиков, они носят именно такое название – «История таджикского народа». Потому что, если вы назовете историю Таджикистана, то Таджикистан в 1924 образовался. И поэтому получается, что у нас немножко с Узбеками, немножко получается историю Самарканда-Бухара, их территории. Но, с другой стороны, мы не можем изучать нашу историю без того, чтобы изучать Самарканда-Бухара. Поэтому, в этом отношении, я думаю, в Армении то же самое, наверное, что есть Восточная Армения и есть Более Большая Армения. Поэтому, в этом смысле, много чего обвиняет. А еще, значит, вот сегодня уже Азин Джон говорил на эту тему о распространении персидского языка в территориях, которые тоже не входят, собственно, в Таджикистан. Но поэтому здесь есть такое выражение «полицентричное». То есть персидский язык, он полицентричный. Было очень много языков, центров, где развивался этот язык, но эти центры, собственно, к таджикам, они не без значения. Вот то, что он сказал, что армяне на персидском языке, значит, армянскими буквами пишут. То есть это культурный продукт, созданный армянами, но на материале, на языке, который вот нам достался сейчас почти случайно. То же самое мы можем увидеть сегодня в Казахстане. Очень многие слова, они, допустим, аэропорты называются Ауэжжай. Я так удивился, думаю, что за Ауэжжай. Потом, понимаете, Хаводжой. Хаводжой, то есть место, где очень много воздуха. Понимаете, то есть это казахское вроде слово, поскольку мы не знаем этого слова, понимаете, но оно сделано из нашего культурного материала, который мы надпись. Поэтому таджицкий язык, он стал уже моноцентристским, уже только в составе Таджикистана. А до этого было очень много культурных центров. Был в Дели, был в Исфахане, где армяне живут, где в Дели, где тоже там были персидские эмигранты из Ирана и Средней Азии. Но было очень много индусов, которые создавали на этом языке. То есть это был язык лингва франка огромного пространства до самого середины 19 века. Поэтому, чтобы не было такого, что вот мы все себе приписываем, понимаете. Просто мы знаем, что мы единственная сейчас тут страна, поскольку если взять Иран, там много азербайджанцев. Если взять Афганистан, тоже вроде персидичная страна, но там очень много пуштунов. И сейчас там неизвестно, что произойдет. То есть фактически моно, значит, такая вот, где страна, где развивается и основной язык таджикский, он же персидский, и основной часть населения, как, кстати, и в Армении, где-то 86% у нас считают, население Таджикистана считает таджикский язык своим родным языком. То есть вот это вот и то параллельно. Потом то, что Азербайджан сказал насчет фамилии, значит, я не буду называть одного специалиста по Афганистану, с которым мы были в Москве, в Кабуле. И там был Даудион, один очень, очень такой известный, значит, политолог из Герата. И он говорит, кому? Объяснимо, это армянин. Я говорю, как армянин. То есть он не знал, что есть вот этот Даудион, Ян. Он звучит как по-персидски Ян, что фамилия, то есть сейчас у нас тоже, сейчас мы перешли на, значит, таджикские окончания. Поэтому вот фамилия Исмоли-Йон, Исмоли-Ян и так далее, это очень много, значит, схожего. Это индоевропейский корень, да, означает Штиллер. То же самое, с Дзе, с Заде, вот это в Грузины, там, Монжавана, Дзе, с Заде тоже очень прослеживается. То есть они говорят, что мы являлись вот авторами этого всего в Великий Таджикский город, просто уже там, в самой Закавказе, на основе иранского языка, персидского языка, который был в это время, был распространенным на всем этой огромной территории, создавались свои памятники, он развивался. То есть здесь Переса нам не принадлежит, мы не должны председавать это все, но мы должны знать, что вот это все происходило. Поскольку я литератор, меня, конечно, больше волновали именно наши культурные и литературные северы. Они, как я уже отметил, уходят в очень глубокую древность, уже в пятом веке, вот Маоцес Харинаци, то, что я сказал, его история о Армении так. Помимо этого, в армянской, у него же в этой истории есть, встречаются темы, созвучные шахнаме, то есть это раньше даже. Вот, допустим, тема Захака, да, Захак, Ашдахак, Виштас, это все есть в истории Армении, у Маоцеса. Еще вот, имена, очень важно, что эти имена как бы дают толчу к тому, что если мы глубже будем вникать в это дело через имена, через названия, через, скажем, этимологию, этимологию слов, можно раскрыть именно глубинные связи. И то, что сейчас азербайджанцы говорят, что вот, дело в том, что у самого Азербайджана, как такового, в те времена и не было, если так взять, да? Вот. Народ, значит, Озари, такой был. Ираноязычный, кстати, народ. Да, да, ираноязычный, поэтому в Азербайджане есть азербайджанцы персоязычные, как и форси, Ое Озари, их называют. Есть азербайджанцы, которые говорят на турском языке. Вот вы коснулись вопроса Амин Зами. Правильно, Амин Зами пробился в Азербайджане. Так далее, но ни слова не писал на азербайджанском, на Турском. У него даже есть сихотворение, где он говорил, что «толковная сихотворение», если перевести, значит, говорит на турецком языке даже, как бы мне, недостойно мне. Как он? И когда его Петерица, вот он, основоположник, Хамса, так называют, Хамса, ну, арабская. Петерица. Да, Петерица. Потом эта традиция дальше пошла, и он на Уэе это было. Это Петерица, Хамса. Его переводы, именно это, что азербайджанцы его знают через переводы. Интересно, что он родился там. Таджики могут читать подлинники азербайджанского поэта, а азербайджанцы его читают только в переводе. Это раз. Теперь, значит, сам подход такой, где родился человек, значит, он относится к этому народу, да? Ну, правильно, если брать исторически, то это верно. Тоже вот Бухару коснулись. В 90-х годах, когда тысячелетие юбилея было оба Алими Сино, узбеки тоже говорили, что он узбекский, он родился в селении Ахшана в Бухаре. Это 890-й год, ну, 9-й век, считай, Бухара тогда вот. Именно рассвет империи Соманида. И он сам говорит, что его мама, значит, Ажишка и так далее. Но этот вопрос такой национальный. У нашего одного поэта интересного, у нас был такой поэт Лоих Шарали. Не знаю, слышали или нет. Его называют Хаямом 20-го века. Его называют Дудаки 20-го века. Один из ярких. Достойный. Ярчайший, да. И вот он, значит, есть у него стихотворение, он говорит так. Я сейчас с вами нахажистки прочту, потом переведу. Он говорит, араб Гуян Синора Грухи. Арабом называют Авиценю Часли. Араб Гуян Синора Грухи. Гурухи форс, дон, йод ходжик дона. Другие говорят, что он крест и таджик. Гурухи узбакаш гуянду лекин, другие его называют узбеком, лекин. Но, кутубашу Агар Садбор Хурман, если читает его книги сто раз, хама мухтоди тавсири таджимон. Он все нуждается в переводчике. И заключает он это, что он не был ни таджиком, ни узбеком, но такой гуманистический поход. Он просто был человеком, всемирным таким человеком. И сегодня в Таджикистане также живут и созидают армяне. Не секрет, что страна в сложном экономическом положении. Многие молодые таджики, чтобы прокормить свои семьи или наоборот собрать средства на предстоящую свадьбу, выезжают работать за рубеж. Армяне не исключение. Большинство из них возвращаются в этот благодатный, теплый край. Потому как корнями исходят отсюда. Судьбы разные. И каждая судьба имеет свой хронометраж. А чем вы занимаетесь? Я сам музыкант. Я музыкант. И в другой раз даже песни пишу. Некоторым людям, они просят меня, я им напишу. На таджикском языке пишут? Да, на таджикском могу. Могу на узбекском языке. Я хорошие языки знаю. Потом по просьбе наших думал, я несколько раз преподавал. Они даже не знают, что такое здравствуйте, до свидания. Я их учил, что они в России на работу едут. Научи нас. Они приходили, брали ручку, тетрадку, на коленки садились. Я им писал, давайте, как будет здравствуйте, как будет до свидания. Как будет, что делаешь. И благодаря вот этим моим сознаниям, то, что я им передал, они сейчас в России уже работают. А я, например... То есть, те таджики, которые в России, это ваши ученики. Получается. Да, да, да. Боюсь выглядеть однобоким. Может быть, что-то не так скажу, но здешние таджики-армяне появились в основном в конце 1800-х годов и после революции. После революции. Вот мои, например, предки, мои дедушки с бабушкой по отцовской линии, они еще до революции оказались в Самарканде. И моя мама, и папа уроженцы города Самарканд. Потом уже папу как военнослужащего, как человека, который зависел от, прежде всего, от Министерства обороны, в данном случае он служил в МГБ, его уже направили сюда для прохождения службы суда. Это было то ли в 49-м, то ли в 50-м году. И, насколько я знаю, его направили сюда. Он был офицером Министерства государственной безопасности, старший лейтенант. Направили как одного из командиров подразделения по охране первых лиц государств. По-моему, это так и называется. Потом он ушел со службы, с этой службы ушел. Насколько я знаю, все здесь с моим рождением 60. Нет, вырезать. Он ушел со службы, перешел на хозяйственную службу, был председателем райпотребсоюза Барзопского района, был заместителем заведующего хозу Суми, Таджикской СССР, и до самой своей пенсии практически потом заместителем директора Всесоюза научно-исследовательского института нефти и газа Таджикской СССР. Ну и некоторое время был ответственным хозяйственным работником, проректором по хозчастям нашего госуниверситета. И как помиление? Аскаров Альберт Семенович. Да, Аскаров Альберт Семенович. Моя мама, тоже как уроженка Самарканда, окончила Самаркандский мединститут, ну и уже следом за папой сюда, естественно, она переехала, начала работать в том же Варзовском районе участковым врачом. Потом, когда по определенным семейным обстоятельствам здесь уже в городе она начала работать в нашей инфекционной больнице и 55 лет она отдала нашей инфекционной больнице. Один из самых старейших на момент своей смерти в 17-м году один из самых старейших врачей-бактериологов в республике Таджикистан была она. И ее, даже в честь ознаменования 80-летия нашей инфекционной больницы была выпущена книга на таджийском языке и ей там была посвящена целая страница. Но это о моих родителях. Но в основном те армяне, которые приехали сюда это армяне, которые приехали с Нагорного Карабаха. Опять-таки через Амаркан, да, по-моему, я не ошибаюсь, в основном. Корни у нас ташкентский, род ташкентский. Бабушка после войны ее направили. Она ученица Вишневского, подполковник медслужбы. Ее направили сюда, чтобы она здесь была основателем Акушерской гинекологической службы Таджикистана. И как ее звали? Петрушкова, Аванисен, с ними по 4-м. И сколько лет она здесь проработала в Таджикистане? Здесь она проработала с 49-го до конца своей жизни, по 2008-й. 90 лет бабушка умерла. Она до конца... То есть она была основательницей именно этой? Она была основательницей. Вся Акушерская гинекология Таджикистана это ее ученики. Дедушка был основателем, один из основателей Таджийского государственного университета непосредственно русской филологии. Бабушка была основательной Акушерской гинекологической службы Таджикистана. А вы продолжили династию медиков, нет? Ну, относительно. Я тоже медик, хирург. Бабушкин братом был заместитель прокурора среднеазвязкового военного округа. Ее... Кто он считает... Дедушка был первым наркомом полиграфической... Еще начало 20-го века, да, получается? Так что там род очень известный. Глубокие корни. Глубокие корни. А вообще сами корни откуда вот... Откуда попали в Центральную Азию? Корни из Армении по деду... По линии бабушкиного отца они были одним из руководителей восстания в свое время армян против турок и бежали в 17-м веке. А бабушкина мама она из... этого... Из Нагорного Карабаха и там весь рот уничтожен. Вырезали, она одна осталась во время геноцида. Это... По бабушке... По линии бабушкиной матери. А так 17-го века корни ташкентские. Кстати, не только история и культура, но и в мелочах Азербайджан норовит перещеголять. Вернее, мелочи в виде атрибутов пытаются превратить в гиганты. Азербайджан хотел перещеголять вот этот флаг. Он считается самым высоким во всяком случае на постсоветском пространстве. Ну, для Азербайджана видимо показалось, что размер это главное. Они поставили флаг чуть-чуть выше. Флаг у них порвался от ветров. Ну и все, и Таджикистан остался со своим флагом впереди планеты СНГовской. Что касается армянской диаспоры, то, как видите, она есть и уважаема в обществе, как и много лет назад. Большинство армян говорит и на таджикском языке, празднуют национальные праздники таджиков, но и свои стойки тоже чтят. Не отрекаются. Храма, правда, своего нет. За церковными нуждами ездят либо в Ташкент или Самарканд, либо в Душамбе в русской церкви. Русское духовенство с теплотой относится к местным армянам и, более того, разместило у себя на территории Хачкар. Он и вдохновляет верующих армян, пришедших к храм помолиться. В 2013 году по инициативе местных армян решили здесь Хачкар поставить и наши друзья из Еревана организовали через Туркменистан, потом Таджикстан самолетом привозили и здесь местные армяне собирали средства и поставили этот Хачкар, но так как официальных разрешений не было, мы взяли и как дар русскому православному церкви. Место выбрали, место договорились с владыкой, он предоставил место, начали все права строительные работы организовать и поставили и освещали этот мы решили посвящать нашим жертвам геноцида 1915 года. До сих пор входим в это единственное место сбора армян, куда он Как видите, все ухоженнее, все нормально, все потому что смотрят, здесь люди наняли, каждый день они приходят, выбираются. Не хочу этот поименному сказать, что те люди, которые в 13-м году здесь жили, армяне, вот все их труды, их заслуга это. Есть еще одно культовое место у армян Душанбе, армянский сектор христианского кладбища. Здесь захоронены, как обычные граждане страны, так и сливки общества Таджикистана армянского происхождения, министры, педагоги, врачи, учителя, хлопкоробы, аграрии, независимо от рода деятельности при их жизни. Все они нашли свое пристанище на земле таджикской, той земле, где и родились, где пригодился их талант. Среди этих могил и совсем свежая Гранта Газарова, скоропостижно скончавшегося в возрасте 39 лет. Он был председателем общины, и когда я три года назад должен был приехать в Душамбе, то и должен был встретиться с ним, как и договаривались. Увы, пути господни неисповедимы, а возраст не помеха для смерти. Такова она армянская диаспора Таджикистана. Молодая, но героическая, прошедшая трудный путь в этом непростом регионе. Так как страна мне очень понравилась, ставлю ей тоже запятую, чтобы однажды вновь сюда вернуться и побыть подольше. Для души. А пока армянские следы зовут меня в единую страну, причем по той самой дороге, которая в самом прямом смысле проложил армянин Карамов, открывший окно республики во внешний мир. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok